Здравствуйте, дорогие зрители! Усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь слушать очередные новости со съемочных площадок. Сальма Хаек снимается в новой семейной комедии вместе с Адамом Сэндлером. Фильм выйдет на экраны 12 июля, так что посмотрим, как Сальма справится с комедийной ролью на этот раз. Она актриса Гуттаперчева и сыграет все, что угодно. Эдуардовый Растегий участвует в рекламной кампании «Безопасность на дорогах», которая призвана предостеречь водителей от необдуманных действий. Сам Эдуард однажды попал в ужасную аварию и теперь считает своим долгом предупредить других водителей. Не поможет, народ нынче пошел не впечатлительный. Ну хоть деньги за рекламу получит, тоже красиво. Кроме того, он стал продюсером фильма под названием «Вместе с Амонолей». Эта история произошла в 40-е годы и рассказывает о маленьком мальчике, который живет в маленькой деревне и не имеет друзей. Пенелопа Круз может сыграть девушку Бонда в очередном фильме о непотопляемом и неубиваемом шпионе. Возникает дурацкий вопрос. А помоложе никого не нашлось, чем мать двоих детей Пенелопа. Хотя с таким Бондом и девушка должна быть соответствующим. Габи Спаник по слухам практически утверждена в ремейке бразильской фавориты. Эх, жалко нам эту новеллу заранее. И не за Габи. А потому что все попавшее на Ацтеку автоматически превращается в кусок, сами понимаете чего. Бланка Сота подписала эксклюзивный договор с телевизором. Флаг им в руки. Еще одной бесталантной красоткой прибыла. Ее партнер, попровалившийся с треском на вылет «Талисман» Рафаэль Наво, может получить работу на телевизии. Интересно, если на Ньюсион его пинали во все места за плохое произношение, то что тогда с ним сделают на телевизии? Это же не Леви, которого пока не очень трогает. Хотя рейтинги «Латом Пестат» таковы, что уже пора к стенке ставить всю команду. Анхеля Ниссма начинает в сентябре съемки нового сериала по мотивам знаменитой «Амур Реали». В ролях Анжелик Бойер, Себастьян Рули и Луис Роберто Гуси. Среди кандидаток называли Сандру Ичевариум. Но Сандри-то, видимо, отказалась. В последнее время она не очень стремится сниматься на вылетах. Предпочитай американские новеллы. Она примет участие в сериале «За Бридж» на канале Fox. А Анхеле желаем всяческих успехов в ее безнадежном предприятии. Женщина просто камикадзе. Это ведь только слепо-глухонемой не будет сравнивать ее сериал с классической новеллой Карла Эстрады, где снимались настоящие звезды Маурисио Ислас, Адела Нарьего и Фернандо Колумго. Ходят слухи о том, что Ядера Карелия и Асфальда Рио смогут принять участие в новелле-ремейке «Взгляд женщин». Им предлагают главные роли. Интересное решение. Было бы очень здорово увидеть двух таких отличных актеров в новом проекте. Эти кони борозды уж точно не испортят. Данна Гарсия будет ведущей музыкальной премии «Ла Ховентуд» на Унивесион. Здорово. Будет возможность Данной полюбоваться. Нинель Конде тоже будет участвовать в одной из программ Унивесион. Но уже в качестве судьи танцевального конкурса «Смотри, кто танцует». Ну что, насудит она ему. У самой обе ноги не левые, но ведь уверена, что танцует как Майя Плесецкая. Так что не завидуем участникам. Интересная новость появилась о судьбе новеллы Росариус Лореной Рохас и Гаем Экером. По слухам, менеджмент Унивесион из всех сил противится трансляции этой новеллы. Поговаривают о классическом саботаже. Ну что там такое случилось с этой новеллой? Почему такие страсти? Может новелла безнадежна в смысле рейтинга? Хуан Карлс Гарсия примет участие в самом популярном венесуэльском мемористическом шоу «Над кем ты смеешься». Ну и над кем же? Это шоу-типичный ситком с безобидными шутками в стиле Петросяна. Ну, видимо, в Венесвилле не на чем больше посмеяться. Не будешь же ржать над дефицитом туалетной бумаги или многочасовыми очередями за продуктами? Могут неправильно понять. Гильермо Давилло примет участие в шоу под названием «Идолос», где он напомнит публике о самых знаменитых своих новеллах и освежит в памяти зрителей свои песни. Успехов ему! Надеемся, что публика придет. Ну и все на сегодня. Надеемся, что мы встретимся на следующей неделе. А пока всем до свидания. Продолжение следует...